Кремле сожалеют о закрытии представительства комсомольской правды в Беларуси. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что издание приняло единственное правильное решение. При этом Москва находится в постоянном диалоге с Минском. Песков отказался комментировать, дальше цитата, то, как белорусские власти выстраивают отношения с белорусскими СМИ, одним из которых де-юре как раз и является комсомольская правда в Беларуси. Не должно быть предметом комментария Кремля, по словам Пескова, и действия белорусских властей в отношении белорусских граждан. Речь идет об аресте журналиста КП Геннадия Можейко. Это произошло после выхода его статьи о программисте Андрея Зельцаря, который застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным огнем. До сих пор неясны обстоятельства задержания журналиста. По данным комсомольской правды, его взяли 1 октября в Москве, после чего вывезли на территорию Беларуси. В Минске это отрицают. МВД республики уверяет, что задержала Можейко на территории Беларуси. В Союзе журналистов России нашему каналу заявили, что продолжают требовать освобождения корреспондента. Фактически 4 дня на эту тему не было никакой информации. При том, что все знали, что парень уже сидит на окрестине. И появившиеся в сети выступления представители белорусского МВД ясности не внесли никакой. Большая проблема в том, что четких, ясных комментариев со стороны представителей Министерственных дел России до сих пор не последовало. Если он был задержан изначально в Минске, он находился все это время в Минске, одна ситуация. Если здесь начинаются какие-то странные разговоры о том, что по версии белорусских севеловиков, что он приехал в Россию, из России его депортировали, но депортировали. То есть ему не разрешили въезд России, но не разрешили въезд пребывания в России, выставив обратно в Беларусь. В общем, это та ситуация, когда со всех сторон любое молчание, любое промедление и любая неясность только ее усугубляют. Разговоры о том, что ему сейчас инкриминируется оскорбление представителя власти и разжигание межнациональной розни, это только две фразы, которые мы с вами прочитали. Каким образом он разжигает межнациональную рознь, между кем и каких представителей конкретно властей он оскорбил, мы пока не знаем. Соответственно, мы имеем возможность сделать вывод о том, что журналист задержан непосредственно за свою профессиональную деятельность. Более того, непосредственно за ту самую пресловутую заметку, которая появилась на сайте «Комсомольской правды», провисела три минуты и тут же была удалена. Эта ситуация точно так же является неприемлемой. В августе прошлого года газету «Комсомольская правда» в Беларуси под надуманным предлогом было запрещено печатать в Беларуси. И с тех пор ее натурально печатали в России и ввозили. Белпочта отказалась ее распространять подписчикам, потом вычеркнула из подписного каталога. Тем не менее, КП в Беларуси еще продолжала распространяться. Ее передавали в редакции и продавали в нескольких торговых сетях. К нам присоединяется политик Максим Шевченко. Максим Леонардович, добрый вечер. У вас есть объяснение, почему Кремль так мягко реагирует на арест журналиста газеты, которая считается любимой у самого Владимира Путина? Очевидно, что интересы, связанные с интеграцией с Беларусью, превосходят даже предполагаемую любовью Владимира Путина к «Комсомольской правде» в разы. И Кремль вынужден, стиснув зубы, я стиснутые зубы буквально увидел в комментарии Дмитрия Пескова, который был по этому поводу, который выразил сожаление, по-моему, но вместе с тем сказал, что, как говорится, не комментирует действия другой страны ответственных журналистов. Странные позиции, честно говоря. «Комсомольская правда» – одна из самых популярных и влиятельных газет России. Безусловно, газета в целом лояльная по отношению к российским властям, и газета, и радио «Комсомольская правда». И, очевидно, в данном случае личные отношения и какие-то личные обещания, которые Лукашенко дал Владимиру Путину, важнее соблюдения гражданских прав и свобод, в том числе в отношении сотрудников российских газет на территории других государств. – Многие сейчас сравнивают похожий кейс 1997 года, когда Борис Ельцин не пустил Лукашенко в Россию, пока тот не выпустил журналиста Павла Шеремета. Можно ли сравнивать эти вещи? – Ну, сравнивать, сравнение напрашивается само собой. Тогда позиция Ельцина была, конечно, более принципиальна по этому вопросу. И я вообще не понимаю, за что арестован Можейко, по большому счету, и каким образом он попал в Белоруссию. Вся эта история вызывает, честно говоря, дрожь, поскольку она говорит о том, насколько мы беззащитны против любых действий, структур внутри так называемого союзного государства. А зачем нам нужно союзное государство с государством, которое даже не может открыто позволить обсуждать? Там не было никаких антигосударственных призывов в статье Можейко. Там были просто вопросы, на которые, возможно, у белорусского государства сегодня нет ответов ясных, которые оно могло бы сформулировать, предложить обществу. И вот это уже считается преступлением. Вот уже за это надо удалять статью с сайта, респектабельному изданию, какая судьба ждет комсомольскую правду, если это союзное государство все-таки состоится тем или иным образом. И согласны ли господин Сунгоркин и комсомольская правда, и подписчики комсомольской правды, или читатели комсомольской правды, к каким я, допустим, отношусь, даже критикую иногда комсомольскую правду, с таким подходом? Я думаю, что ситуация с Можейко должна заставить очень сильно нас задать вопросы и вновь избранному российскому парламенту, так называемому, и российской власти, о том, с кем, собственно, мы имеем дело в лице Беларуси. С режимом, который готов президент дает интервью СНН, это, понимаете ли, можно. А комсомольскую правду надо прессовать. Мне, честно говоря, кажется диким такой подход. Я так понимаю, в ту же копилку, наверное, видели новость о том, что 136 человек взяты под стражу из-за комментариев в интернете по поводу убийства сотрудника КГБ. Слушайте, даже вот этот вот человек, который убил сотрудника КГБ, это, безусловно, ужасное преступление, которому нет оправдания. Но почему к нему ломились-то? Потому что он был подписчиком какого-то телеграм-канала. То есть страна, в которой из-за того, что человек подписчик телеграм-канала, к нему вламываются домой с оружием, пилят ему дверь. Это он, конечно, вот мы видим на видео, это, конечно, ужасные кадры совершенно. И очень жалко этого сотрудника КГБ. И, наверное, этого человека можно было каким-то другим способом задержать на улице, вызвать по повестке, понимаете, куда-то там еще. Но, в общем, это нормально обсуждать. Мы с вами обсуждаем. Вот даже то, что мы с вами обсуждаем, уже нельзя обсуждать в Беларуси. Ваше отношение лично к Лукашенко как-то за последний год поменялось перед выборами? Мое отношение к Лукашенко сильно поменялось после того массового избиения белорусов, которые режим устроил на улицах Минска и других городов. Протесты были, выборы были спротивицированы, протесты были, но массовые избиения, которые снимали сами сотрудники силовых структур Беларуси, избиения, в том числе, российских граждан. Это вещь, которая не позволяет ни в коей мере солидаризироваться политически с режимом Лукашенко. Но вы, когда с ним общались, это такая дружелюбная атмосфера была. Вы могли ожидать, что так поменяется? Просто многие говорили, что это продолжается уже лет 10. Зачем тогда нужно было вот... Нет, это не так. До лета прошлого года, до июля прошлого года, были определенные надежды на демократизацию режима. И Лукашенко сам подавал такие надежды. Вокруг Беларуси была разморозка определенная. Беларусь, были у него контакты с Виктором Орбаном, были контакты с европейскими лидерами, готовился визит канцлера Австрии в Беларуси, что, конечно, было бы прорывом всей этой блокады. Я с большой любовью относясь к белорусскому народу. Меня воспитал дед белорус из Западной Беларуси, из Брестской области, Каменецкого района, родом мой дедушка. И поэтому я, ну как бы, я сам русский, естественно, по сознанию, но я ассоциирован ментально с белорусским пространством, тем более Западной Беларуси, именно сельской такой Беларусь. Я очень хорошо понимаю ментальность этого народа, который для меня является родным народом. Этот народ до лета прошлого года, половина людей имели шенгенские визы, если даже не больше. Из Минска ехать там до Евросоюза полтора часа на машине, до Литвы, до Берлина там, не знаю, четыре часа, с учетом Брестской границы, а жителям Бреста так еще. У меня родственники в Бресте живут еще быстрее. И внезапно это все исчезло. То есть все надежды на современную цивилизованную Беларусь, да, с несколько странным, но в целом вполне как бы таким играющим в лоялизм демократически авторитарным лидером, они были уничтожены просто в одну секунду после выборов и в ходе этих протестов. Это все обернулось какими-то жесткими репрессиями, конфликтом со всем окружающим пространством. И я понимаю, зачем это Лукашенко сделал. Он защищал, возможно, свою жизнь и жизнь своего сына. И вопрос еще, откуда ему эти угрозы шли. Но так или иначе пострадали белорусы, пострадал белорусский народ. А я на стороне не режима, не диктатора, каким он стал. А я на стороне, безусловно, белорусского народа, который заслуживает лучшую участь. Что ж, Максим Леонардович, спасибо вам большое. Оппозиционный политик Максим Шевченко был в эфире RTVI. Продолжение следует...